Девушки отдыхают Девушки отдыхают К примеру, зачем вставили не очень хороший сюжет, в котором явно проглядываются нотки фильмов боевиков, таких как «Угналь за 60 секунд» или «Крепкий орешек». Зачем надо было вставлять в игру движок, который хорош в физике, но не так хорош в отрисовке машины и объектов, причем потом еще и использовать возможности движка только в некоторых сценах. Зачем такой большой автопарк, если главная цель в игре теперь получить авто побыстрее и постараться пройти трассу, а ведь раньше для некоторых была цель собрать хороший гараж из лучших тачек. Новый Need for Speed заставляет задать много вопросов, но дает ответ всего лишь один – зрелищность. На кой черт потребовалось EA Black Box такой эксперимент над серией? Никому не понятно. Хотя нет, может они хотели переманить игроков, любящих, к примеру, шутеры? Поэтому и ставили движок из шутера, но и напихали экшена по самой небалуй. Но зачем? Игра все равно получилась для фанатов. С непонятной сложностью игры справится далеко не всякий новичок. Она как-то чередуется, некоторые трассы проходятся как два пальца об КТ, а другие с немеренным количеством флешбеков. Да и управление стало только кривее, что не дает плюсы игре. Но зато хоть ближе к концу машины более четко начинают себя вести. Можно сказать, что они добавили реалистичности в управление, но только отчасти. Лично мне было всегда удобно выходить из поворота с нитро, а в ран такое можно позволить себе только в конце. А в начале игры выход из поворота с нитро заставит уйти в занос сильнее. А зачем надо было хвалиться скритными сценами с выходом из транспорта, в которых надо нажимать вовремя кнопочки? Они же все равно в игре очень редки, и вообще всего в количестве четырех или пяти штук. Ну и отдельные слова про графику. Нет, она не ужасная, она не плохая. Окружающий мир нарисован хорошо, очень радует освещение, но все остальное... Лицевая анимация топорная, сами персонажи нарисованы плохо, объекты тоже так себе. А главное, это автомобили, которые сюда перекочевали будто из Undercover. Без всяких изменений. Иногда мы видим красивую картинку, но только за счет освещения. Если не верите мне, просто приглядитесь. Нет, нет и нет, не хочу воспринимать The Run как продолжение серии Need for Speed. До этого была Hot Pursuit в 2010-м, которая наглую, а может даже и на две лучше, чем эта часть. Остается воспринимать The Run как неудачную попытку разрабов сделать что-то новое в жанре аркадных гонок. Но я считаю, что уж лучше им больше такого не делать. А в создании игр заняться разработкой приключенческих игр или шутеров. Движок-то уже на руках. Всем пока, с вами был One Point. Ставим пальцы вверх и плюсы, подписываемся на канал, не забываем комментировать. Ну а также, играйте, пожалуйста, только в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok